А ребята очень хорошо знают сказки, правильно? Они все подсказали нашей Пеппи, да? Новость о том, что в отделение пришли настоящие сказочные герои. Лунтик и Пеппи Длинный Чулок быстро распространилась среди маленьких пациентов. Ребята собрались в игровой комнате. Жила-была в одной деревне маленькая девочка. Необычайно хорошенькая и миленькая. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Сказочные герои пришли не одни, а с библиотекарем. Сегодня у них важная миссия не только развлечь детей, но и привить им любовь к книгам. В последнее время молодежь стала меньше проявлять интерес к чтению. Именно поэтому библиотекари пришли к детям сами. Сеансы библиотерапии положительно влияют на состояние ребенка. И он быстрее адаптируется к непривычным внедомашним условиям. А также с помощью книготерапии библиотекари прививают детишкам любовь к чтению. Воспитывают уважительное отношение к книгам. Ведь хорошая книга, она добрая книга, помогает в лечении любых болезней. На сеансе библиотерапии побывала и десятилетняя Рената. Девочка несколько дней лежит в больнице. Призналась, что не ожидала такого сюрприза. Обычно она сама ходит за книгами в библиотеку. Сегодня ее любимые произведения принесли прямо в отделение. Я люблю очень читать книги. Я очень много книг перечитала. Недавно я читала книгу Денискина «Рассказы». Они очень смешные. Понравилась эта идея не только детям, но и их родителям. Мы очень любим книжки. Поэтому, что еще маленькие, немножко стесняемся говорить. Так что, я думаю, очень замечательно. Мы были настолько удивлены, что такие мероприятия в больницах проводятся. Я думаю, это очень положительно сказывается на здоровье. Было интересно, Дарья? Кто приходил? Очень. Библиотерапия, по мнению врачей и больных, является хорошей альтернативой лекарствам. Кроме того, в больнице работает абонемент. Взять почитать понравившиеся книги могут дети, родители и медперсонал. Чтение стихов, в принципе, для детей неплохо. Это просвещает и заинтересованность от обыденной жизни в самом стационаре. То есть, кроме лечения, не могли бы еще узнать, что да, есть такие мероприятия. Поэтому это вполне хорошо, что проводят, что привлекает внимание, особенно детского населения. Подобные мероприятия решено организовывать чаще. Сейчас, два раза в месяц, по четвергам, библиотекари в больнице будут проводить с детьми громкие чтения, играть в различные игры, делать подделки и рисовать. Анастасия Волнякова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.